Еще одно свидетельство зверства российских военных в Украине. Накануне я пообщался с Ксенией Мироновой, она вдова погибшего жителя Херсона Дениса Миронова. Сначала его взяли в плен, пытали, избивали, потом вывезли на территорию временно оккупированного Крыма, и там он от полученных травм скончался. Но жена узнала об этом лишь спустя месяц. Ксения, во-первых, я хочу вам сказать огромное спасибо за то, что вы согласились побеседовать со мной. В начале нашего разговора расскажите о вашем муже, каким он был человеком. Он был очень добрым, смелым, он был идеальным для меня, для моей семьи, хорошим семьянином, отцом. В общем, все самые лучшие качества, мужские, семейные, в нем очень хорошо сочетались и присутствовали. Насколько мне известно, он служил в армии, он был военным. Да, он по своей профессии и по призванию, я считаю его военным офицером. И до 2008 года он служил в вооруженных силах Украины. И после окончания контракта принял решение волиться. И занимался деятельностью, которая не имеет отношения к военному делу? Нет, не имеет. Он нашел себя в предпринимательстве. Скажите, вы в Херсоне жили или приехали в Херсон? Мы жили там последние пять лет. Это было связано с работой. До этого мы проживали в другом месте, в Днепропетровской области. Но в связи с мужем поменялась сфера деятельности немного. И это послужило причиной того, что мы переехали в Херсон. Как для вашей семьи началось 24 февраля? Как и для большинства украинцев, я думаю, в нашей стране началось сообщение о том, что началась война. Мы все побежали кто куда. Кто в банкомат, кто на заправку. И паника чувствовалась в городе. У людей страх и неизвестность, что дальше. И этот день я запомню, конечно, на всю жизнь. И когда ты не знаешь, что произойдет в следующую минуту. В суете, в страхе этот день у нас прошел. Скажите, что в этот день делал ваш муж? Какие он действия предпринимал? Мы занимались тем, что нам надо было подготовиться. Бежали в магазин, запасались продуктами, запасались топливом. Бежали в банкомат, снимали деньги. Конечно, он меня подготавливал к тому, что он пойдет защищать страну. Но в суете мы эти разговоры за суетой отошли на второй план. А уже на следующий день, когда подписал наш президент закон о всеобщей мобилизации, если не ошибаюсь, это было 25 февраля, у меня не осталось аргументов для того, чтобы его удержать в семье. Я понимала, что он пойдет защищать страну. Он пошел записаться в терраборону? Он пошел в военкомат, взял свой военный билет и пошел в военкомат для того, чтобы записаться в терраборону. Скажите, сколько времени он прослужил до того, как российские оккупационные войска вошли в Херсон? Наверное, до недели. Потому что 25-го он пошел в военкомат. В тот же день их вернули. Сказали, что силы неравны и мы не сможем удерживать город. Возвращайтесь, мы не хотим рисковать вашими жизнями. Но на следующий день он все равно ушел и уже не возвращался. Ему удалось там записаться. И начало марта, до начала марта его не было. Он был на сборах. Но вы до этого времени каждый день, я так понимаю, поддерживали связь, да? Да, мы были на связи. Он набирал меня. Я видела его в бронежилете, в каске с оружием. То есть мы были относительно связи. Я видела, что он при деле и он доволен тем, что он не сидит сложа руки и что он полезен. Что он рассказывал вам вот в этих коротких разговорах? О чем вы говорили? Он не особо делился какой-либо информацией. Больше у нас были, скажем так, семейные разговоры о том, как мы, как я и ребенок. Скажите, когда российские оккупационные войска вошли в Херсон? Какие действия предпринимал ваш муж? Что он делал? И как это происходило для него? Ведь он стоял в терробороне. На тот момент они были на сборах, находились в определенном месте. И когда начали заходить российские войска, их просто распустили. Им приказали сохранить оружие и просто сохранить свои жизни. И он через какое-то время вернулся домой. Чем он занимался после того, как вернулся домой? Они с командиром Лапчуком Виталием, с которым они познакомились в терробороне, они организовали такую партизанскую деятельность под прикрытием волонтерства. В начале оккупации в Херсоне началась проблема гуманитарного характера. Не хватало продуктов, особенно были проблемы с мукой и хлебом. Стояли по два часа в очередях за продуктами. И они закупали за собственные деньги хлеб и развозили его людям. Или отдавали, или продавали за ту же цену. Чтобы не с целью заработка, а с целью того, чтобы и помочь людям. И в то же время эта надпись на машине «Хлеб» давала им возможность более-менее беспрепятственно передвигаться по городу. И в это время фиксировать количество войск, передвижение техники. И всю эту информацию, собранную, они передавали ВСУ. Это необходимо было делать. Они считали это своим долгом. Помогать не могли сидеть, сложа руки. Когда связь с ним оборвалась и в какой день он не вернулся домой? 27 марта мой муж вместе со своим командиром Лапчуком Виталием поехали доставать топливо. С этим тоже были проблемы в Херсоне в тот момент. И он уехал утром и больше не вернулся. Он в этот день вам ничего не писал, не звонил, ни о чем не говорил. Целый день я пыталась до него дозвониться. Он не брал трубку или сбрасывал, что было для него не характерно. А потом, дождавшись 6 вечера, знаете, в Херсоне день очень рано заканчивался. В 3 часа дня уже практически не было людей в городе. И хоть комендантский час начинался, если я не ошибаюсь, в 8 вечера, но в 6 вечера уже это был город-призрак. Уже людей не было практически на улице. И когда он не пришел в 6 часов вечера, я поняла, что что-то не так. На следующий день мне написали с его телефона на сигнал о том, что я не могу сейчас прийти, я очень устал, хочу вернуть все, как было, отработаю по воде и все. Я ничего не поняла из этого, но, знаете, я так ждала от него какую-то весточку, что я не ставила под сомнение на тот момент все эти сообщения. Уже позже я поняла, что, в принципе, мой муж, ну, это не в его стиле писать и жаловаться, что он устал. И это писал не он, это писали с его телефона. Когда прошло еще несколько дней, я начала очень-очень переживать, хотя он меня предупреждал до этого, что, возможно, в какой-то момент я буду на задании, со мной может не быть связи, ты не переживай, это нормально. То есть он меня предупреждал, поэтому несколько дней, конечно же, я ждала. Модель, за которым он был, жену Виталия Лапчука. Я нашла в доме, и она описывала, как 27 марта к ним в дом ворвались русские солдаты, вместе привели его, привели Виталия, уже очень побитого, и как их всю семью, ее, ее сына, забрали на допрос с пакетами на головах, как их допрашивали, и как потом взорвали их дом, как избивали, пытали ее мужа. Это было очень страшно, и я поняла, что мой муж в беде. Вы позже выяснили всю цепочку его местонахождений, когда он был в Херсоне, и когда его вывезли из Херсона. Можете рассказать об этом, пожалуйста? Информации не было никакой. И когда ты находишься в городе, в котором не чувствуешь себя, каждую секунду ты чувствуешь себя в опасности, было очень... находиться сложно. И мне пришлось выехать из Херсона, покинуть его вместе с ребенком, чтобы находиться в более-менее безопасности. Первую информацию о своем муже я получила 8 апреля, когда к моей соседке обратился парень, который принес часы моего мужа. Вот они сейчас при мне, мне удалось их эвакуировать, эвакуировать, если можно так сказать, из Херсона. И он принес эти часы, и мы поговорили по телефону с ним, и он рассказал, где мой муж, что он находится, по какому адресу, Гирова 4, что он в плену, очень избит. Ему разбили грудную клетку, он не мог спать лежа, он не мог ходить, практически не мог говорить. Что вам известно о том, что происходило с вашим мужем после 8 апреля? Я знаю, что он находился все это время на Кирове 4, в подвале, в плену. Я знаю, что 18 апреля его вместе с другими людьми из теробороны перевезли в город Севастополь, и на следующий день, то есть 19 апреля, его забрали в госпиталь. И я пыталась найти хоть какую-то информацию, я даже написала в этот госпиталь письмо с просьбой дать информацию о состоянии здоровья моего мужа. Ну, естественно, ответа я не получила. И все это время мы надеялись, что ему оказали медицинскую помощь, что он жив, и его в скором времени обменяют. Но, к сожалению, обмен состоялся 28 апреля. Люди, которые находились с моим мужем вместе в плену, были обменены в этот день, и они связались со мной и рассказали вообще о том, что он находится в Севастополе. И после 19 апреля они также не знали, что с ним и где он. И лишь 24 мая со мной связались с полицией Николаева и сказали, что привезли тело, данные моего мужа, и необходимо было опознать. Его опознать. Это делали вы или кто-то другой? Я попросила человека, который видел его последним, был с ним в плену, он находился недалеко в тот момент. Он приехал и опознал его. Но позже, через два дня, когда тело привезли уже сюда, по месту прописки, где находимся мы с ребенком, естественно, я уже ходила на опознатель. Скажите, что говорит об этом украинская судмедэкспертиза? О тех увечьях, которые получил ваш муж? В медицинской справке, которую мне дали, было написано, что смерть наступила в результате тупой травмы, были поломаны ребра, и там очень есть термин, и я не могу сейчас точно вам его назвать, что повреждены были внутренние органы, поломаны ребра. Ну, понимаете, там люди били. Когда с одного удара они умеют ломать три ребра, это очень жестоко. Ксения, вашему с Денисом сыну 12 лет. Как он пережил это? Он держится. Он мужчина, единственный в нашей семье теперь. Он нашел в себе силы попрощаться с отцом. Я считаю, что это был мужественный поступок с его стороны. Нам очень больно. В это невозможно до сих пор поверить. Наверное, мы как-то еще держимся, потому что мы, наверное, еще не можем осознать до конца эту утрату. И есть просто ощущение, что наш папа где-то уехал в командировку. Ксения, я хочу вам сказать огромное спасибо за то, что вы нашли силы и время для того, чтобы дать это интервью. Обычно в финале интервью журналисты подводят некий итог о том, о чем говорили. Мне кажется, тут так все понятно. Ваш муж — герой. И вы с вашим сыном тоже герои. Спасибо вам большое. И держитесь, пожалуйста. Продолжение следует...